Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Четыре дня до главного праздника страны – Дня Победы. Представители нашей республики, как и все соотечественники, доблестно защищали нашу Родину. О том, сколько героев у карачаевского народа, где и как они воевали, и что сейчас делается для патриотического воспитания подрастающего поколения. Об этом в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет библиотекарь читального зала детского отдела города Карачайска Раиса Чумаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Раиса Азретовна. Благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Раиса Азретовна, в предыдущую нашу встречу мы просто по хронометражу не успели рассказать о том, что хотелось бы вам очень-очень нашим зрителям рассказать. Это касается событий, героев Великой Отечественной войны. В этом плане вы проводите большую работу, я знаю. Мне бы хотелось, чтобы вы поименно озвучили этот список. Первым среди карачаевцев это высокое звание Героя Советского Союза получил Харун Умарович Богатырев за умелое форсирование реки Днепр в 1943 году. В 1965 году высокое звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено Касаеву Осману Мусаевичу, командиру партизанского отряда в Белоруссии. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, девять представителей нашего народа были удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Это Бадахов Хамзат Ибраевич, Беджиев Султан Хамид Локманович, Гербеков Магомед Чумаевич, Галаев Дженебек Нанакович, Ижаев Абдул Махаевич, Каракетов Юнуск Кезович, Узденов Дугербитанаевич, Хаиркизов Кичибатыр Алимурзаевич, Чучуев Харун Адемеевич. Раиса Азретовна, я знаю, что помимо этой работы касаемо Героев России, касаемо Героев Советского Союза, вы еще в своей библиотеке проводите множество мероприятий, связанных с этой темой, и не только с этой темой. Хотелось бы, чтобы вы в нескольких словах сказали о самых важных из них. Да, мы на свои мероприятия, посвященные теме Великой Отечественной войны, теме патриотического воспитания подрастающего поколения, мы всегда приглашаем уважаемых людей. В частности, Алиев Ракай Мухтарович, председатель Совета ветеранов войны и труда администрации Карачаевского городского округа. Захаров Владимир Александрович, член Союза писателей России, сопредседатель Российского Лермонтовского комитета, профессор. Частым гостем на наших мероприятиях был Хубиев Назир Ахьяевич, народный поэт Карачаева Черкесской Республики, член Союза писателей Российской Федерации. К сожалению, его с нами уже нет. Кубеков Сапар Ахматович, ветеран труда, Кайчуев Аскерби Дагирович, профессор, доктор исторических наук, частный гость в наших мероприятиях. Бадахов Рамазан Хамзатович, сын героя Российской Федерации, Бадахова Хамзата Ибраевича. Хубиев Вениамин Исхакович, почетный гражданин города Карачаевска, художник, поэт-прозаик. Наскидаев Султан Хаджимур Заевич, участник Великой Отечественной войны. К сожалению, у нас не хватит времени всех достойных людей перечислить, но я хочу, во-первых, поздравить вас с наступающим самым главным праздником нашей страны, 9 мая, День Победы, и пожелать вам успехов в вашей работе, такой нужной всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир в 9.00 продолжит выпуск Вестей на карачаевском языке. Хорошего дня и до завтра. Радость бывает разной, но повод для нее один. Скидки до 80% в 5.85 золотой. 5.85 золотой. Дарите эмоции. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 4 по 9 мая. Город Черкесск. Дом предпринимателя.